Доброго здоровьи, мои посетители канала. Те люди, которые готовы серьезно работать над собой. Вот для этих людей и канал, мой канал. Я вот окружил себя разного рода вещами, звуками, музыкой и так далее. Совсем недавно я слушал Ветлицкую «Всё не просто так». То есть сама песня «Всё не просто так». «Сердце чувствует, всё не просто так». В частности, вот я вам читаю отрывок из Тихого Дона практически один и тот же. Почему один и тот же отрывок я читаю? Я был на авторадио местное, которое там рекламу разбрасывает. Ну вот там, как бы сказать, подружились. И вот они мне дали этот отрывочек, чтобы к дню рождения Михаила Шолохова такие шолоховские чтения. То есть кто-то прочитает и запишет отрывочек, другой дальше продолжит. Ну и естественно, чтобы что-то получилось, чтобы что-то получилось. Я просто-напросто вспоминаю, когда на первом канале я записывал лунные сутки с суфлёра. Это совершенно новое. Вот человека поставили перед суфлёром. Это практически то же самое вот здесь вот, что я сейчас буду делать. И читай. Требования такие. Ты ни разу не должен запнуться. И естественно, ты должен всё это прочитать с выражением, с акцентом на важные вещи. Если этого нет, перечитывается. Я помню, что эти дубли человека, которого взяли вот читать суфлёра, они были, ну, ну, поначалу где-то были, доходило раз, наверное, до 20, до 15, до 20. Я, естественно, внутри всё противилось там, когда там раз, другой, третий. Ты стоишь, я помню, стою, как раз там в студии вообще-то жара, особенно летом. Перед этим суфлёром вот идут эти буковки, надо подобрать буковки. Ты, значит, читаешь, там сбиваешься, опять там что-то там читаешь. И я чувствую, по спине капельки пота пошли, капельки пота такая, бах туда, в труселя, в труселя, в труселя. Естественно, внутри возникает протест, хочется всё бросить. Разные были, скажу, ситуации. Но в любом случае, если ты хочешь там, ну, будем говорить, на канале там оставаться или ещё, ты должен это дочитать. Тем более люди, если ты будешь с ними ещё перепираться, что-то так, не так, это тебе что-то не так, или ещё что-то там такое, то это всё просто затянется. Поэтому необходимо было собираться и читать, собираться и читать. И в конце концов, более, и более того, вот сейчас я буду читать опять этот тихий долг со своими пояснениями, что собираться читать, да, текст оказывается вот в тех же лунных сутках, он не ложится на язык. И поэтому приходилось эти лунные сутки, лично мне, так как я читал, вот если ты напишешь, ну, какой-то текст напишешь, просто не говоря его, ты думаешь, да, вот так вот складненько ты написал, всё у тебя хорошо, написал, ага, замечательно всё. Как только начинаешь читать, ты чувствуешь, что в произношении слова не стыкуются друг с другом. Там, допустим, особенно эти шипящие, одно шипящее за другим шипящим, и получается какая-то ерунда. Ты не можешь просто-напросто, даже физически выговорить, редко кто это вообще-то может сделать. Есть, конечно, уникальные люди. И текст этот надо сделать для себя, и тогда он читается. Ну, и там целая война была. Я за то, чтобы эти лунные сутки одни и те же были, а телевидение требовало, чтобы они были каждый раз разные. И вот разные ухищрения были с моей стороны, там, и лукавства для того, чтобы обмануть вот этих вот людей, которые слушали эти лунные сутки, сопоставляли и так далее. Они пытались их сами писать мне, но в конце концов бросили и дали мне, грубо говоря, на откуп как автору. И потом, потом, вот смотрите, я помню, что надо было по суфлюру там то ли поздравить, то ли еще что-то сделать. То есть нас отвезли в студию звукозаписи там, допустим, по очереди, и свои тексты мы проговаривали. Так как я был подготовленный, я это дело сделал там, ну, практически где-то с первого, со второго раза. То есть я прочитал, чтобы без ошибок. А вот другие ведущие там, я помню, они, я их не буду говорить, кто именно, но такие именитые, более известные, чем я намного, они не сталкивались с суфлюром, они сели, и для них это была большая нагрузка, чтобы это все дело прочитать. Теперь суть заключается в том, вот этого моего ролика, что некоторые люди, они говорят, что мы идем по пути самосовершенства, личностного роста и так далее, и так далее. Как они там растут? Ну, это их. Я же, допустим, вот хочу вам сказать, вот есть такие понятия, которые стоят во главе личного роста. Это концентрация. За концентрацией идет медитация. Как правило, человеческий ум не может концентрироваться на какой-то работе, ну, более-менее длительное время. Сейчас вы на мне увидите, насколько я могу концентрироваться. Вот, и оказывается, чтобы, допустим, сделать следующий шаг от концентрации к медитации, то есть использовать свой ум, чтобы сделать там какие-то подвижки в пространстве, нужные для вас, у вас не хватает элементарно этой концентрации. А какой-то медитации может идти речь, когда у вас нету первой ступени концентрации. И вот, оказывается, чтение, есть, вернее, такое упражнение для развития концентрации и усидчивости. Это вы берете какой-то рисунок, допустим, взяли вот такой вот рисунок, там или там, ну, грубо говоря, любой там рисунок, вот, и вы так взглядом скользите по нему, не отрываясь, ага, потом возвращаетесь опять. То есть, чтобы ваше внимание не рассеивалось. Это на рисунке. Я столкнулся, что с текстом и произношением, чтением текста вслух, это, получается, еще более лучший инструмент для развития вот этой концентрации. То есть, вы читаете, вы должны сосредоточиться на буквах, на слогах, на словах, и не рассеять внимание, и одновременно еще себя слушать. Вот это все способствует тому, что вам даст первую ступень, это концентрацию. Я для себя, опять-таки, все не просто так. Вроде бы, ну, мы поговорили, и можно было отказаться от всей этой затеи, читать там текст или, ну, короче, отказаться можно было. Но, тем не менее, я согласился. Помятуя о том, что я читал все это дело на суфлёре, что это так более-менее справлюсь. Но текст и язык совершенно иной. И здесь не так-то просто. Я, прежде чем вот то, вы прочитали, вернее, выставил видосик, я целый день практически его читал. Но не целый день, хорошенько почитал утром, хорошенько почитал в обед, хорошенько почитал вечером, и вот тогда записал. Что бы я еще хотел сказать? Это вот что касается развития концентрации. Смотрите, если нам показывают фильм «Тихий дом», мы видим картину, у нас наше воображение не работает. Мы видим уже, грубо говоря, казака, мы видим казачку, мы видим степь, мы видим какое-то действие, знаете, уже нашему воображению разгуляться негде. Вот она картинка, мы ее просто-напросто считываем, и все. Здесь же, когда мы с вами читаем то, что написано, не обязательно Шолохова, а других авторов, то в зависимости от нашей, ну, будем говорить, образованности, от нашего мышления, от нашего багажа знаний, от нашего воображения, одна и та же, допустим, вот эта вот картинка, Мелиховский двор, на самом краю хутора. Мы уже где-то можем представить, каждый по-своему представляет этот хутор, этот Мелиховский двор, и тут, тут начинает работать наше воображение. Это очень важно. Из-за того, что нам показывают, вот эта важная часть работы нашего мыслительного аппарата, просто-напросто атрофируется и отпадает. Плюс еще мы, из-за того, что вот этот интернет, там, Ютуб и прочее, прочее, мы постоянно, у нас картинки меняются. То есть у нас нету ни концентрации, нету ни воображения. Поэтому, если вы хотите действительно осуществить личностный рост, с помощью которого вы можете воздействовать, вернее, который покажет вам, что вы можете взаимодействовать с пространством и получать от него какие-то там блага, то надо начинать с самых простых вещей. Это концентрация, усидчивость и концентрация. Это, значит, вот это вот образное мышление, и тогда что-то пойдет на лад. А так, мы просто говорим, вот личностный рост, вот еще, а что у вас от этого личностного роста, и что? Знаете, важно быть откровенным с самим собой, что в итоге у вас получилось по жизни. Вот я могу сказать, что у меня что-то там по жизни получилось. теперь, разминаем речевой аппарат, и я прочитаю один или два раза, но я запишу только вот первый раз, и на этом закончим. Все, что я хотел, я сказал. Если вы желаете, пожалуйста, значит, вот один из инструментов, один из инструментов работы над собой. Начнем. Мелиховский двор на самом краю хутора. Вороца со скотиньего базы ведут на север к дону. Крутой восьмисторженный спуск мест замшелых в прозрине меловых глыб. И вот берег перламутровая росы прокушек, серая изломистая кайма, нацелованная галь, нацелованная волнами гальки и дальше перекипающая под ветром вороненая рябью с тремя дона. На восток за красноталом гуменных плетей гетманский шлях. Полынная просит истоптанный конскими копытами буры живущий придорожник. Часовенка на развилке за ней задернута текучим маревом степ. С юга меловая хребтина горы на запад улица пронизывающая площадь бегущая к займищу. Сделаем стоп. Видите, более-менее я продержал концентрацию на этом тексте. Вот сколько там всего лишь на всего длилось. Но все равно сделал ошибки. Где-то я поспешил. Не по словам пошел, а что-то там в голове у меня поспешил. Дальше давайте читаем. Это еще хорошо из-за того, что я читал до этого сколько. Итак, читаем дальше. Вот концентрация идет. В предпоследнюю турецкую компанию вернулся на хутор казак Меликов Прокофий. Из Туреччины привел он жену маленькую закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахло шелково шаль далекими неведомыми запахами. Радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия. И старик Мелихов вскоре отделил сына. В курень его не входил до смерти, не забывая обиды. Сейчас мне удалось вот этот не такой сложный текст прочитать без ошибок. Возможно ударение не совсем так, как надо, но я уже прочитал без ошибок. Следующее. Прокофий обстроился скоро. Плотники срубили корень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на нового хозяйства сгорбленную иноземку жену. Шел с ней зарбой с имуществом по хутору. Высыпали на улицу все от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немытых казачат улюлюкала Прокофию след. Но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимая в черной ладони хрупкую кисть жененной руки. непокорно нес белесо чубатую голову. Лишь под скулами у него пухли и катались желваки до промеж каменных повсегдашней неподвижности бровей проступал пот. А? То есть уже концентрация у меня за счет того, что я стал понимать, что я делаю, куда надо смотреть, что делать, уже стало лучше. Прочитал. Дальше последний кусок. С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на Майдане, жил в своем курине на Ачибе Удона берегом. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, павшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечером, когда вянут зори, на руках носил жену до татарского Анджик Кургана. Сажал ее там на макушке Кургана, спиной к источенному столетиями наздреватому камню, садился с ней рядом и так подолгу глядели, они в степь, глядели до тех пор, пока затухала и стухала заря, ведь я поспешил, затухала, и стухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступком. Бабы за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофьев, одни утверждали, что красоты она доселе не виданы, другие наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб жалмерка Мавра сбегала к Прокофьеву, будто бы за свежей накваской. Прокофьев полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что Турчанка попала с Прокофьевю, последняя из никудышни. Спешим, спешим, как бы сказать, пытаемся что-то там домыслить, а домысливать не надо, надо смотреть на текст и читать. Плюс это просто еще прочтение, ну, насколько я могу сам себя оценить, свое чтение без ошибок, но интонации особо нет. И сейчас я прочитаю еще разок и на этом моя тренировка по концентрации внимания будет закончена. Я приступлю к другому видосику. К другому видосику. Еще хочу сказать. Мы все думаем, что-то у нас получится без труда. Это вообще редко бывает, особенно с работой нашего сознания, с работой нашего ума. Ум так и норовит отвлекаться. Он не любит быть сосредоточенным на чем-то одном. Он устает. И это якобы передается на человека. Он чувствует, о, я так не могу долго сосредотачиваться, мне неинтересно. Ну, и так далее. А именно вот это сосредоточение, за которым пойдет уже медитация, и ты начинаешь там что-то сдвигать уже. Это просто как инструмент, да? Оно требует времени, и ты должен вот это времени, знаете, вот как пальчиком потереть. Вот пальчиком ты потер немножечко, и думаешь, что тут отполировал. Оказывается, нет. А для того, чтобы отполировалось все до зеркального блеска, надо тереть очень и очень много. вот так вот так все это работает. Ну, давайте, сейчас я попробую прочитать все целиком, и на этом закончим. Опять-таки, речи двигательный аппарат более-менее совершенствуется, да, подготовился к незнакомым словам, там, памяти что-то осталось, ну, и так далее. Итак, читаем, и на этом заканчиваем. По большому счету, мне это самому надоело. Тем более, знаете, я вот это все прочитал, я потратил время, я записал, я отослал все это, а, значит, ну, там, руководство решило, что сделать запись еще в студии. Ну, ладно, я еще человек, который, там, знаком со студиями, знаком с суфлером, ну, а другие люди, как они там будут читать, это они прочитают не просто так-то. Если особенно предъявить требование, что если ты запнулся, ты читаешь все заново. Вот я прочитаю, допустим, все это, и на последнем слове запнулся, все, убирается не последнее слово, или перезаписывается, а весь текст идет по новой. И я не знаю, как там люди будут готовы, не готовы на это. И плюс к тому же, если это шолоховское чтение, вот, лично мне думалось так, что люди хотят читать, они интересуются шолоховым, тихим доном, и не записывают это везде. Вот им интересно, на телефончик записали на это. Это особая ценность. Не то, что все записали в студии, ну да, там качество будет лучше, но это как-то все-таки не то, не то спонтанное народное действие, которое вот как раз люди с телефончиком и так далее, там записывают, высылают. Ну, давайте, вы мне поставите оценку. Значит, что еще? Когда вы жестикулируете, у вас это получается и лучше, и акценты ставятся, и еще вот эта жестикуляция помогает там делать в пространстве соответствующие вещи. Вздробнем. Мелеховский двор на самом краю хутора воротца со скотиньего база ведут на север к дону. Крутой восьмисоженный спуск мест замшелых в прозелине меловых глыб. И вот берег перламутровая росы прокушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше перекипающие под ветром вороненой рябью стремя дона. На восток за красноталом гуменных плетей гетманский шлях. Гетманский шлях. Полынно просит истоптанный конскими копытами буры живущей придорожник. Часовенка на развилке за ней задернута текучим марилом степь. С юга меловая хребтина горы. На запад улица пронизывающая площадь бегущая к займищу. Последнюю турецкую компанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туречины привел он жену маленькую закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахло шелково шаль далекими неведомыми запахами. Радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофьев и старик Мелехов вскоре отделил сына. Вкурен его не входил до смерти не забывая обиды. Прокофий обстроился скоро. Плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку жену. Шел с ней за рбой с имуществом по хутору Высыпали на улицу все от мала до велика Казаки сдержанно посмеивались бороды Голосисто перекликались бабы Орда немытых казачат улюлюкала Прокофьев след Но он распахнул чекмень Шел медленно Как по пахотной борозде Сжимал черной ладонью Хрупкую кист Жениной руки Непокорно нес Белеса Чубат в голову Лишь под скулами у него пухли и катались желваки До промеж каменных повсегдашней неподвижности бровей проступал пот С той поры редко видели его в хуторе Не бывал он и на Майдане Жил в своем курине на отшибе у Дона Бирюком Гутарили про него по хутору чудное Ребятишки павшие за прогоном телят рассказывали будто видели они как Прокофий вечерами когда вянут зори на руках носил жену до татарского анджи кургана сажал ее там на макушке кургана спиной к источенному столетиями назреватому камню садился с ней рязан и так подолгу глядели они в степь глядели до тех пор пока истухала заря а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой хутор терялся в догадках подыскивая объяснение таким диковинным поступком бабам за разговорами поискаться некогда было разно гутарили и жене Прокофий одни утверждали что красоты она до сих не видана другие наоборот решила все после того как самая отчаянная изба жалмерка мавра сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской Прокофий полез за накваской в погреб а за это время мавра и разглядела что тут чанка попалась Прокофию последней из никудышных вот видите сколько я сделал ошибок не смотря ни на что вроде как интонация лучше стала это все предстояло мне бы перечитать если бы я работал на телевидении и надо было все прочесть без ну достаточно я вам рассказал вот что что и как то есть вообще-то это очень занятная вещь и еще разок хочу повторить одно дело фильм смотреть вы уже все видите а другое дело представлять ту же турчанку которую вы читаете вы можете придать в зависимости от своих предпочтений различные формы различное содержание наполнить чем-то это очень интересная работа нашего сознания нашего ума который у нас вот это вот кинемоторов к сожалению который экранизирует вот эти все литературные произведения он у нас можно сказать украл мы мы даже и не понимаем что мы вот эту часть огромную часть своего значит сознания вот этого аппарата ума мы просто-напросто отдали и не развиваемся прискорблен но тем не менее важно что лично я для себя понял этот феномен и я начинаю над ним работать и знаете вот когда вот это все получается вы читаете у вас возникает какое-то внутреннее удовлетворение вот этим всем процессом а это дорогого стоит потому что мы взаимодействуем с пространством и мы там его очищаем подготавливаем для себя для лучшей интересной жизни и вот 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 Продолжение следует...